Всем привет дорогие друзья, с вами Яксенас и сегодня у нас новый обзорчик нового персонажа, которого мы сейчас будем здесь пикать. Это у нас конечно же, как вы поняли по превьюшке, Сайленсер. Если честно, этот Сайленсер лютый, я помню его точно, что у него там за способности тоже знаю, но сейчас мы его конечно же досконально разберем. И к сожалению я никаких модов не написал, и минус тест не написал, да, отлично, ну значит тогда сделаем быстренько ре. В общем смысл сегодняшнего ролика у нас таков, сегодня также будем задушивать. Оппонентов, которые у нас будут нам мешать. Минус тест, минус но херо, херо лимит. И все, и погнали. В общем смотрите, Сайленсер это у нас интеллект. На экстном конечно будем разбирать еще морфлинга. Жесть, у нас тут столько персонажей еще под тест. Ребят, напишите вообще заходит вам 100% на эта тема или нет. То есть делать ли дальше эти обзорчики. Они в принципе ни к чему эти обзоры не ведут, но так сказать просто по, блин, по-олдовски, поспоминать как это все было, ну по-моему по кайфу. Так, берем в общем Сайленсера, посмотрим что у нас тут есть. Кстати, почитал комментарий на прошлом видосе насчет вот этого артефакта, где он, где он, насчет спринт шоис. Вот этот артефакт дает возможность блинковаться по всей карте, как ребята сказали. Давайте посмотрим действительно ли это так. Так, сапог, потом сапог тревел и конечно же два даггера. Я уже научился его собирать. Да, это конечно имба, ребят. Вы прикиньте, артефакт, который дает блинк во всей карте. То есть вы можете куда хотите блинковаться, по-моему это слишком имбалансно. Да блин, это настолько люто. И сегодня мы конечно же закупим еще некоторые новенькие артефакты. Но так как у нас это интеллект, соответственно что-то типа средненькое для интеллекта и будем закупать. Ну, например, вот этот Magic Hammer. Вот этот Magic Hammer мы сегодня прикупим. Я думаю, смотрите, тут у нас есть Feedback пассив, потом Monoburn актив. То есть по-любому какой-то будет Monoburn. И что у нас еще? Economizer есть, 100 интеллекта. 1MP пассив и Quick Cast пассив. Какая-то еще у нас тут есть. Вот эти интеллект артефакты мы соберем. А потом у нас, смотрите, у нас Morpling будет, да, Love Catch, а потом все остальные для ловкости артефакты добьем. Можно сейчас собрать средний вот этот артефакт, Omnipotence какой-то. И можно будет собрать вот эти артефакты. Давайте в принципе начнем, я не знаю, с чего начать. По артефактам или по герою? У героя тут в принципе все простенькие способности. У него тут есть типа Starfall, потом есть хилочка массовая, но она не таргетная. То есть ее нельзя направить куда-то там на крипа или еще куда-то, тупо по героям. Ну, она от героев может отскакивать, конечно же, на крипов. Инфернал есть. И, конечно же, при атаках у нас Глейвы просто накидывают сайленс. Но это тоже имбово. То есть те персонажи, которых вы бьете, они просто погружаются в сайленс. Вот такая вот тема. Вот так, давайте минус LVLUP. Давайте как-то минус LVLAL23 вот так вот писали там в комментах. Но это, по-моему, не работает. LVLUP25 я написал. Работает. Минус LVLUP25. Тут у аппарата, видите, не дается. LVLAL. Если LVL, LVLAL25. Вот так вот сделаем. Тоже не дается. Минус LVLUPAL23. Во, вот теперь правильно. LVLUP23. Вот. Вот так вот сделали, написали мод. Я просто не помню, что там ребятки писали еще. Но ничего. Давайте, наверное, по способностям я уже рассказал, соберем эти артефакты. И посмотрим. Смотрите, у нас Magic Hammer есть. Вот это первый артефакт, который мы сейчас соберем. 60 интеллекта, 120 дамаги, фидбэк пассив, моноберн актив. Mystic Staff, Diffusial Blade, Sacred Relic, Claymore. Так, Diffusial Blade, поехали. Я вроде помню, как он собирается. Вроде, ну, такое. Потом, смотрите. Ой, они там пошли ломать люто. И не знаю, успели я тут все сделать. Смотрите, Mystic Staff. Давайте немного замедлим время, чтобы они сильно не душили. Mystic Staff у нас есть. Да, ага. Mystic Staff в боковом магазине. Diffusial Blade, Sacred Relic, Claymore. Значит, туда купаем Claymore. Летим сюда. Mystic Staff. И что там у нас еще было? Я забыл у меня с памятью проблемы. Mystic Staff. Diffusial, Sacred. Ага, Sacred. Опа, Sacred. Подождите, а чай не то сделал. Mystic Staff. А, Diffusial Blade, Level 2. Окей, минус рефреш. Оп. Есть. Какой-то Magic Hammer у нас появился. Так, фидбэк. Burn 75 мана and the ability to cast a 600 damage. Маноберн. Какой-то моноберн при касте. И, короче, каждая атака будет снимать ману, я так понимаю. Очень даже интересный артефакт получается. Далее смотрим, что у нас тут есть еще. Экономайзер. Майнтеллигенция, робо, стафф, мистик и гуинсо, скайт. Так, ну гуинсо, это полностью артефакт, который сейчас находится в этой лавке. Далее смотрим, что там, скайт есть у нас, да? Скайт, потом мистик, стаффа, мистик, давайте возьмем мистик, минус рефреш, мистик, потом. Мистик, потом, господи. Манти, аробо, стафф. Манти, аробо, вот это выкладываем, стафф. Хорошо. Экономайзер тоже собрали. И еще какой-нибудь артефакт собрать надо, да? Ну, средний артефакт. Давайте пока пойдем, ребят, наверное, подушим. И прокачаем все способности, гоу. И задушим кого-нибудь. Надо посмотреть, как наш сайленсор вообще работает. Интересно ли он работает или нет. Так, ну что, врыв тогда. Что там, врываемся, юзаем. И вот так вот, значит. Т, вот так вот, и поехала. Время надо ускорить. И поехала, вот так вот. Ля, я просто големами зашвырял. Ой, аппарат ультанул. Опа, ударил, сайленса наложил. Че вы, куда, дяди? Хорошо. Вот так вот этих пацанов здесь оставляем. Вот так вот закидываем. Ой, а они... А че, я и ВТФ написал, что ли? Ого. Я ВТФ, походу, написал. Плохо. Надо захилиться. Я ВТФ, походу, написал, ребят. Я не думал, что это ВТФ будет. Давай, давай. Хорошо, задушили. Странно, я же просто тест вроде написал только. Ну, это жестко. Прикиньте, три голема падает на голову с третьей способности. И, конечно, хил вот этот. Ну, големов, конечно, подхиливать очень лютая тема. Она, короче, прыгает. Тут эта тема шесть раз. Шесть прыжочков у этого хила. И он захиливает 325 HP. И голема у нас имеет, смотрите, три инфернала падает с неба. Длительностью 40 секунд. КДшка у нас сотка. Длительность 40 секунд. 27-29 у нас дамага от инферналов. Блин, это лютая тема. Давай, бей его. Ох, ты ульту кинул. Оп, инферналы полетели. Ребята, защищайте своего повелителя. Души его. Но инферналы, кстати, слабенькие. А-а-а. Я сейчас на фотке их вообще путаюсь. Инферналы, у них никаких обилок нет, они просто кусочки мяса. И все. То есть, можно типа нас память, знаете, вот так вот. Смотрите, штормфая какая-то пошла, инферналовая. Бля, у меня сейчас ком бахнет. Это просто коллапси какой-то. Давайте вот так вот. Что тут происходит, да, скажут кто-то, кто зашел в это видео. Это жесть. Посмотрите. Так. Я на самом деле все понимаю, но я не понимаю, почему я до сих пор не протестил наш экономайзер. Опа, големов затащил. Смотрите, там сларк. Душает. Душает. Ээээ, стой, не надо. Да, ману сжигает, смотрите. Ой, как ману сжигает, а с руки-то лупит, жесть. Подождите, подождите, дайте уйти. Как на Е-хил, да? Дайте хилиться. Хилюсь Божественная склейка Вау, ребятки, сори Я так увлекся геймплеем на этом Сайленсере, что совсем не показал Как работает у нас вот этот артефакт Он еще работает же таргетно Как вы помните, там написано, что он Снимает 600 маны за каст К сожалению, я это совсем не юзал Я настолько жестко увлекся этими големами Что, к сожалению, ничего Не накидывал Очень интересная тема, кстати 600 маны просто так сжигает Если вы тычками сжигаете, так вы еще можете И таргетно сжечь Допустим, вот Крабелус у нас убегает Просто взять у нее и вот так вот ману высосать У нее там осталось 180 маны Это очень интересная тема И этот артефакт, таки мы до конца Все-таки разобрали И это очень хорошо И сейчас возвращаемся дальше, будем душить Также инферналами Пацаны что-то душат Ну, экономайзер лютая вещь Ману сжигает то, что это очень жестко, ребятки Очень жестко Ва, хорошо Хорошо Но я еще не сдох, я розовый и теплый Ля, что это за фановая тема Реально, не знаю, мне весело с этой фигни Но экономайзер очень серьезный артефакт Я так понимаю Потому что его маноберн Стычек Посмотрите просто Маноберн лютейший 75 маны Тупо маноберна Просто с руки Это, короче, улучшен диффузиал И это реально очень жесткая тема Давайте посмотрим еще какой-нибудь артефакт Так, вот эти два арта мы взяли Для интеллектовичей И сейчас посмотрим еще Давайте вот это для всех Orb of Omnipotence Какая-то Omnipotence Понимаю Так, нормально Там пишется Так, Мессерчмидт Потом Иглхорн Мистик став Ультимейт орб Значит, ультимейт орб Ультимейт орб Я не пойму, почему Почему у меня ВТФ Писалось Не знаю Я разберу на монтаже Или в комментариях почитаю Почему На монтаже, наверное, не буду разбирать эту тему Почему Написался этот ВТФ Что это такое Так, Иглхорн Мистик Мессерчмидт Все, запомнил Погнали Значит Вот так вот Вот так вот И вот так вот Хорошо Кстати, очень логичный Логичный сбор Типа Ультимейт орб Является таким Катализатором А все остальное Это типа Если ловкаж Значит бабочка Если силач Значит таранская Если интеллект Значит хекс Да И что у нас делается Давайте посмотрим Гэкс де Берер Неар Лимит лес Повер Какую-то нереальную Безграничную силу Увеличит все статистики На 50 И дает Обилочку Какую-то Целестел Статис Какой-то Стасис Вот так вот Правильно Что-то там All enemy In unit 1000 Короче Останавливает врагов Что-ли В ОЕшке Так это же для меня Вообще имбовый артефакт Да Лол Смотрите В смысле Они вообще Двигаться не могут Для имба Вы прикиньте Вы просто прыгаете В толпу Пятерку Нажимаете И вот так вот У меня просто Нет слов С этого артефакта Типа Он всех В радиусе 1000 АОЕ На 5 секунд Дизейблет Просто Прыжок такой И все И все Замирают Это типа Стан такой КДшит 45 секунд Длительность 5 секунд Давайте Големов туда Зашвырнем А это жесть Это какой-то Апокалипсис Хаос Хаос И богиня Греции Там големы Зажали Эту бедную Курочку Посмотрите Я просто Зажала Там Блин Но ультимейт Тоже у него Кстати Очень лютый У сайленсера Потому что Он Дает сайленс Вот это И это жесть Какая-то Так А ну-ка Подожди Вот так вот Бах Давайте Не дадим Ему Уйти И моему Почему У меня Включился ВТФ Что я не то Написал Там Пробелу Задушили Сларка Задушили Блин Этот артефакт Еще Очень лютый Минус ВТФ Нет Смотрите Я не Я не пойму Почему Включилось Ребят Сори Ну да ладно Так Что мы еще Разобрали В общем Этот артефакт Очень жесткий Который Просто всех На 5 секунд Выключает Это реально Очень сильный Артефакт Ребятки Потому что Вот даже Представьте Вот вы Влетаете Даже с Блин Да там Вообще За эти 5 секунд Можно просто Всех В радиусе 1000 единиц Это не как У Магнуса РПшечка Там 300 А уешки Стянул И все встали А тут вы просто Запрыгиваете И Душите Я не знаю Это очень Имбово По мне О Ты что Тут делаешь Даже Рошана Он даже Рошана В эту тему Закидывает Вы просто Посмотрите Рошану Вон Бонус На Какой Я наношу Жесть Это Жестко Не Ребят Это Очень Имбалансно Это Прям Вот Просто Нереально Я не знаю Просто Этот артефакт Но вы все Конечно Понимать Должны Что этот Артефакт Чтобы накопить На его Стоимость Это конечно Очень много Но Но Это просто Жесть Что за Артефакт Я не знаю Просто Вот Ну Даже Вот Этот Как его Там Блудсворд С его Активкой Дарксайда Это тоже Имбаланс Лютый Вот Ну Представьте И всех Фризите Это реально Очень Жестко Так Что у нас Тут еще Есть Ну Это Силач Лапкач У нас Остается Еще Смотрите По Артефактам Эти Артефакты Мы разобрали Вот Эту Тройку Четверочку Потом Вот Эти Мы тоже Разобрали В следующей серии Мы разберем У нас Артефакты Этот Артефакт Для Танков Но Мы Разберем В Next Видосики Конечно же Вот Эти Четыре Артефакта Я думаю И все На этом По артефактам Закончим И будем уже знать Что делает Каждый Артефакт Ну и в принципе Я думаю Тут по Силенсеру Уже и так Все понятно Прыгаете Нажимаете Пятерку Нажимаете Ф Нажимаете Раздамаживать И конечно же Пошло Вот эта Суета Все Жесткая Хорошо Все в шоке Еще можно Зафризить Ля Вообще Я не понимаю Почему Ребятки Так Ну у меня ВТФ Вот это Включилась Включилась ВТФ Не понимаю Почему Сларка Догнать Хорошо Ну и пойдем Инферналами Закончим Ребятки Эту каточку Потому что Нужно Нужно Ребятки Закончить У нас Коленге Как всегда Заканчивать Каточку Очень прикольная Кстати Хилочка Хилочка Прикольная И вот Когда у меня Фулл хп Не могу Подхилить А нет Она таргет Она тоже По крипам Я короче Когда тестил Я не мог нажать Не мог нажать На крипа Почему-то Потому что У него Фулл хп Это так Тут работает А в доте В обычной В нашей Повседневной Оно Все работает Даже если Фулл хп Ты можешь Захилить Давайте Устроим Тут апокалипсис В этом месте И закончим катку Смотрите Сейчас големов Наспауним Погнали И у нас Здесь просто Големы Все спушат Давайте Просто Големиус Я не понимаю Почему ВТФ Включилась Ну да ладно Ребят Напишите В комментариях Не знаю Больше кто-то В курсе Что я не то Сделал Что не то Написал Что включилась ВТФ Интересно У меня ком Выдержит Это А что Если 50 тысяч Големов Да Ля Они даже Пройти не могут У меня уже Лагать начинает Ком За 230 тысяч Рублей За 230 тысяч Давай 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 И вот здесь Так Пацаны Не стоим Не стоим Не стоим Не толпимся Атакуем Гоу 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 Быстренько Быстренько Я не знаю Ребятки Я думаю У многих Уже Пацанов Комб Просто взорвался Наверное У меня Комб Это выдерживает У меня Тут где-то 30 фпс Сейчас Точно Но чувствую Что Напряженному Компу Как бы Варкрафт Тяжелая Игра Это что Ты там Делаешь На своем А Меня душат Не надо Плиц Как вы сюда Проходите Все Аппарат Застрял Устраиваем Дальше Апокалипсис Так даже Интереснее Мне кажется Нормально Спасибо за подписку Да кстати Ребятки Не забывайте Про подписку Просто подписаться На канал Для того Чтобы видеть Фановые Какие-то Моды Ну и В целом Есть серьезные Гайды Для того Чтобы хоть Чуть-чуть Научиться В доту Играть Или Если вы Умеете То что-то Узнать Новое Конечно же Не забывайте Что на канале Очень много Видосов Ну и В целом Очень много Рубрик В принципе Вот такая Вот она Скатка Получилась Ребятки На Олдовском Силенсере Я кстати Ни разу Не сдох Не знаю Почему Напишите Своё мнение По поводу Вот этого Фризового Артефакта Он реально Годный И спасибо Тем Кто написал Насчет Спринта Шойс Что этот Артефакт Дает возможность Глобальной Телепортации Это реально Очень жестко Но и В целом Не забывайте Подписаться Если хотите Увидеть Некстовый Такой видосик По фановому Разбору Не знаю Силенсер Мне этот Не сильно Понравился Но у него Прикольные Големы Честно Этот силенсер Больше как Саппорт Но вы прикиньте В игре Раскидывать По атакам Кому нибудь Силенс Это очень Очень жестко Некстовый Герой у нас Будет тоже Очень интересный И если вам Нравится Эта рубрика То конечно же Не пропускайте Ставьте колокольчик Подписывайтесь на канал Смотрите И будет все Огонь На этом все Ребятки Комментарии В ваше мнение И конечно же Море позитива Всем удачи Ребятки С вами был Xenazos